Кто всегда готов, всем ребятам примеры готовятся стать комсомольцем. Сегодня отмечают 95-летие Всесоюзной пионерской организации. В Новосибирской области к этому юбилею приурочили региональный форум детских общественных объединений «Я гражданин России». Самые активные смогли принять участие в различных акциях, интерактивных играх, семинарах и выставках. На финальном мероприятии побывали и мои коллеги. Валерий знает, как сделать самолет, чтобы он хорошо летал. Учится в четвертом классе, но уже в курсе основ аэродинамики, потому что интересно. Говорит, время остается и на общественную работу. Занимается в детской организации. Объясняет, мы как современные пионеры. А кто такие вообще пионеры, знаешь? Пионеры – это такое движение, движение, которое защищает природу. Ты хотел бы стать настоящим пионером? Конечно, хотел бы, потому что это было бы очень честь для меня. О чести и высоком доверии рассказывают сегодня те, для кого красный галстук – не просто деталь одежды. Торжественное вступление в пионеры – событие, которое многие запомнили на всю жизнь. Это было далеко-далеко на севере, на Колыме. Это было очень трогательно, это было очень ответственно. Вы знаете, такое впечатление, вот я бы сейчас сравнила, это как в космос. Потому что это и физическое нужно было, это подготовка, внешний вид, знания, клятвы. И самое главное – ответы на те вопросы, а почему ты вступаешь в пионеры. Ко дню пионерии приурочили региональный форум детских общественных объединений. В концертном зале филармонии десятки организаций. Здесь и юная армия, и российское движение школьников, и юные инспекторы дорожного движения, и даже современные пионеры – организации, которые объединяют детей, где ребятам действительно интересно и удается воплотить в жизнь мечты. Так в авиастудии детского технопарка «Академгородка» девятиклассники Владимир и Александр создали дирижабль-ретранслятор. Там три шара с гелием соединены в одну оболочку и двигатели, которые позволяют ему управлять. Вот он, получается, передает картинку на экран из камеры, и можно наблюдать за происходящим сверху. Сегодня новые детские объединения, говорят в правительстве регионов, приходят на смену пионерии, не отменяя, а продолжая лучшие традиции. Знаете, как окунуться в далекую-далекую юность своей жизни. И даже по этому поводу сегодня красный галстук подел. Он, правда, не с тремя концами, не как тот пионерский галстук, который мы каждое утро гладили, а повязывали на рубашку и отправляли школу. Сегодня тем, кто внес большой вклад в развитие движения детских общественных организаций регионов, вручают юбилейные медали 80 лет Новосибирской области. Наставники уверены, главная задача взрослых – поддерживать инициативу юных и активных. Сегодня в зале больше 800 ребят с горящими глазами. Многие из них работают над проектами, представят которые 29 октября, в день рождения комсомола. Наталья Цопина, Дмитрий Злобин. Новости ОТС.